Для опытных трейдеров вопрос о том, как выбрать форекс-брокера, давно перестал быть проблемой. Начинающие зачастую откладывают свой выход на рынок из-за неопределенности с брокером. Их больше волнуют даже не торговые условия, а законность и честность деятельности посредника. Поэтому это подробное видео адресовано прежде всего затрудняющимся новичкам и перестраховщикам. Связано это с огромным количеством пугающих мифов о мошенничестве на форексе и в дилинговых центрах. Один из них – кухни, примерно суть которых в следующем. У компании нет маркетмейкера для покрытия позиций клиентов. Вся торговля идет против клиентов и между клиентами. Котировки отличаются от рыночных и намеренно искажаются. Таким образом все варятся в одном котле и никаким форексом там не пахнет. Единственная цель этих фирм – слив депозитов доверчивых трейдеров. Возникновение таких схем было обусловлено отсутствием государственного регулирования на форексе. К тому же большинство форекс-брокеров не являются налоговыми агентами и зарегистрированы в офшорных зонах. Начитавшись подобных вещей на форумах и блогах, новички начинают думать, что форекс – это лохотрон и его надо обходить стороной. Попробуем разобраться с каждым мифом по отдельности. Кухни. С момента возникновения электронной торговли форекс в России успел пройти длительный период развития. За это время большую часть нелегальной мелочи вымыло с рынка. На плаву остались действительно крупные и порядочные игроки. А нелегальные схемы возникают везде, где это возможно. Это касается не только форекса, но и любой сферы человеческой деятельности. Налоги. Регистрация форекс-брокеров в офшорных зонах является распространенной и законной практикой, вызванная по естественным для человека желанием платить меньше налогов. Этим способом пользуется масса крупных российских бизнес-компаний. Отзывы в интернете. Довольно противоречивый способ поиска брокера ввиду анонимности интернет-общения. Непонятно, кто и чьи интересы представляет и насколько правдивую информацию выдает. Вполне логичным выглядит мнение о том, что форекс-брокеры содержат в штате целые команды, которые ведут войну за клиентов и свое доброе имя на просторах форумах и благосферы. Поэтому рядом с положительными отзывами о компании всегда есть отрицательные, вполне возможно подкинутые конкурентами. На войне как на войне. Но сбитому с толку новичку выбор форекс-брокера это не облегчает. Государственное регулирование. Наличие этого критерия в деятельности форекс-брокера послужило бы гарантией юридической защищенности средств трейдера и свидетельством борьбы компании за свой авторитет в нише. Поэтому в основу ниже следующих методов выбора форекс-брокера положена репутация и государственное регулирование. Контроль над финансовыми рынками осуществляют такие государственные структуры, как Центральный банк Российской Федерации, Банк России и Федеральная служба по финансовым рынкам, ФСФР. Присутствие операторов рынка форекс в официальных списках данных структур дает подтверждение законной деятельности брокера и его юридической ответственности. Методы выбора форекс-брокера Во избежание подозрений в рекламном умысле конкретные имена называться не будут. Метод первый. Через коммерческий банк. Хотя форекс – это прежде всего межбанковский рынок, все большее количество коммерческих банков начинают предоставлять свои услуги частным валютным спекулянтам и достаточно активно это рекламируют. Чтобы познакомиться со списком некоторых таких банков, воспользуемся популярным информационным ресурсом о финансовых рынках – investments.ru. В верхней части сайта находим горизонтальное меню. Выбираем пункт «Валюты». Слева открывается подменю. Выбираем «Форекс-брокеры». Видим следующий список. К примеру, первые два участника являются лидирующими коммерческими банками России. Конечно же, они имеют лицензию на свою деятельность от Центрального банка. С учетом этого и скорости распространения информации в 21 веке, им нет никакого резона устраивать полулегальные схемы на Форексе. К тому же, они сами являются маркетмейкерами и обладают необходимой ликвидностью для покрытия позиций клиентов в любом объеме. Метод второй. Через брокеров рынка ценных бумаг. Фондовый рынок, в отличие от Форекса, жестко зарегулирован и контролируется ФСФР. Брокер даже не имеет права оказывать посреднические услуги без лицензии этого органа власти. Некоторые брокеры фондового рынка расширяют сферу деятельности и предоставляют выход на рынок Форекс. Для знакомства с ними заходим на уже известный нам сайт investments.ru. В верхней части сайта находим горизонтальное меню. Вбираем пункт «Рынок акций». Слева открывается подменю. Выбираем под категории «Брокеры». Затем рейтинги и рэнкинги. Видим следующий список по состоянию на январь 2013 года. Участники под номерами 2 и 3 – это крупнейшие брокеры рынка ценных бумаг с наибольшими оборотами. Они дают доступ на рынок Форекс и им, по аналогии с банками, нецелесообразно проводить незаконные махинации со счетами клиентов. Естественно, лицензии на брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг от ФСФР у них имеются. Чтобы удостовериться, заходим на сайт ФСФР. Обращаем внимание на меню в левой части сайта. Сейчас и в дальнейшем нам понадобится только пункт «Участники финансовых рынков». Далее углубляемся в подкатегории «Рынок ценных бумаг», «Профессиональные участники», «Брокеры», «Список брокеров». По состоянию на 1 марта 2013 года участник под номером 2 находится на 580 строке, под номером 3 – на 195. Но как же быть с брокерами, для которых Форекс является профильной деятельностью? Ведь они предоставляют более гибкие тарифы, широкий сервис, услуги и т.д. Например, минимальный размер депозитов у них намного меньше, чем в банках. Возможность начать торговлю на микросчете – несомненный плюс для начинающего трейдера. На самом деле, ряд Форекс-брокеров сами не прочь вести свою деятельность в законодательном поле. Они проявляют инициативу по регулированию рынка Форекс в России. Примерно на сегодняшний день созданы две саморегулируемые организации Форекс-брокеров. Комиссия по регулированию отношений участников финансовых рынков – Кроуфор. И Центр регулирования внебиржевых финансовых инструментов и технологий – ЦЕРФИН. Но в данный момент у них нет лицензии от ФСФР. Поэтому, следуя уже оговоренному критерию государственного регулирования, списки их членов мы смотреть не будем. В большей степени затягивание процесса юридического контроля исходит от законодателей. Но нам их ждать некогда, поэтому воспользуемся третьим методом. Метод третий. Через фондовую биржу. Звучит весьма странно, ведь Форекс изначально внебиржевой рынок. Это и ставит ему в укор его противники, так как нет единой биржи, которая за всем следит и все контролирует. Но с недавнего времени биржевой Форекс в России для частного трейдера возможен. Сначала зайдем на сайт ФСФР и перейдем в следующий подкатегории. Рынок ценных бумаг, профессиональные участники, организаторы торговли и фондовые биржи, список организаций, имеющих лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на существление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг или фондовой биржи. В разделе «Фондовые биржи» находим открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа». Убедившись таким образом в наличии лицензии от ФСФР, переходим на сайт биржи. Находим меню в левой части сайта. Выбираем пункт «Срочный рынок». В открывшемся подменю выбираем FX+. FX+, это проект биржи Санкт-Петербург, призванный создать в России регулируемый законом биржевой Форекс, то есть права и интересы клиентов защищены единым биржей-посредником, имеющим лицензию от ФСФР. На открывшейся странице видим краткое описание FX+, а ниже баннеры Форекс-брокеров, участвующих на сегодня в проекте. Чтобы не переходить по каждому баннеру, выбираем под категорию «Участники проекта FX+.» Здесь все брокеры приведены списком с указанием контактов и информацией о лицензии. Данные брокеры не основывают свою деятельность целиком на FX+, просто у них есть специальные виды счетов для торговли именно через биржу. Имея такие гарантии, уже гораздо легче выбрать Форекс-брокера. Можно не переживать за свои деньги и со спокойной душой обратить внимание на формальные показатели брокеров – спреды, тарифы, торговые платформы, аналитика, история, достижения и т.д. Вся эта информация приведена на их сайтах. Если все-таки не дает покоя мысли о достоверности котировок, в дополнение к реальному счету у одного брокера, можно открыть бесплатный демо-счет у другого. При возникновении подозрений просто сверять данные из двух торговых терминалов. Большим плюсом будет наличие филиала в вашем городе или регионе. Так намного удобнее решать операционные вопросы и возникающие проблемы. Теперь мы знаем, как выбрать Форекс-брокера со ссылками на соответствующие государственные структуры.